Бывало ранее плохо на душе. Включишь грустную песню и сидишь чуть ли не подскуливаешь под неё. Сейчас слушаю эти песни и думаю, это же надо было так издеваться над собой. Это потому, что у меня сейчас всё хорошо? Да и вообще не смысл песни из серии «Шла по пятам за тобой, а ты меня бросил». Вообще смотрю, как издевательство и нелюбовь к себе. Любое наше с вами искусство, в той среде обитания, в которой мы находимся, оно же каким-то определённым способом с одной стороны подаётся, а с другой стороны принимается. Так вот, когда женщина в страдании, когда она недовольна чем-то и не научилась ценить то, что у неё есть на сейчас, она очень управляемая и очень в унылом состоянии. Уныние — это вообще на сегодняшний момент такая назидательная рекомендация на тему, чтобы мы тут все с вами вместе ручки сложили, завшивили, застрадали, что мы куда-то там отправились, что у нас этого не будет, этого всего не будет, мужчины не будет, там счастья не будет. Всё такое абстрактно обобщённое всё вместе, только ради того, чтобы вы много работали или там кого-то заставляли, принуждали. И самое главное, даже не видели, на самом деле, в какой мы достойной стране живём, какие вокруг нас люди. И самое главное, самое замечательное, что все изменения в нашем пресловутом болоте, в котором мы долго сидели, 30 лет, и ещё до этого было чуть-чуть, не давали таких вариантов развития, не давали таких возможностей. И сейчас, на сегодняшний момент, если кто-то всю эту свою пятую точку поднимет и увидит свои, ну, на первый взгляд, наверное, если сравнивать себя с кем-то высоким, очень там далеко и не понимая, каким способом он чего-то достигал или чего-то она достигла, то, конечно, наступит уныние, и буду включать и страдать. А если я понимаю, что у меня вот и это есть, и вот тут есть, вообще в принципе, самое главное, чтобы рядом были единомышленники и люди, с которыми вы разговариваете на одном понятном языке. Всегда было, есть и будет 80 на 20, 80 все те, которым что-то не додали, которые что-то не умеют, которые там в чём-то сомневаются, в чём-то там, о чём-то боятся, переживают, там, страдают, и все те, которые говорят, «Господи, ну сейчас!» Вот вы пришли в то состояние, когда посмотрели, говорили, «Господи, ну сейчас!» И тогда эта культурно-навязчивая стезя на вас перестала оказывать такое давление. С чем вас, собственно говоря? От всего сердца и поздравляю. Вы вышли из понукания самой себя в сравнении с тем, что вы хуже, нежели чем есть на самом деле. И это человеческое качество. Прошу особо обратить на это внимание. Продолжение следует...